Итак, третий период встречи Чемпионата области по хоккей-шайбе среди мужских команд высшей лиги Хоккейный клуб Саров дома принимает хоккейный клуб Старт из города Таншаева Напомню, что в численном большинстве пока хоккеисты хоккейного клуба Саров Инвест И счет 3-0 Точнее 0-3 В пользу гостей, вы понимаете У Саровчан сегодня что-то слабо с реализацией моментов Моменты есть хорошие, конечно, бесспорно, но Голов пока нет Посмотрим, что будет в третьем периоде Что покажут Саровчане, что покажут хоккеисты из Таншаева Клепнев проходит неплохо среднюю зону Уже троих игроков сумел он накрутить Совершил бросок поворотом Вновь Клепнев пытался бросить Сейчас, мне кажется, откровенно 2 минуты можно было давать хоккеистам Станшаева За подножку, но нет Немного неточная передача И Проброс, я так понимаю, фиксирует Арбитры Поздав сильно по борту Клепнев в очередной раз отрезает четверых игроков И шайба в воротах Всю пятерку обыграл сейчас Сергей Клепнев Ну вот Первый гол В команде хоккейного клуба Саров Инвест забивает Сергей Клепнев Номер 52 Оказывается, нужно было и раньше, наверное, все это делать Просто пятерку объехал сейчас Сергей Клепнев И Александр Ефременко ему преградой даже не стал Как это было в первых двух периодах 3-1 Ну, может быть, сравчане покажут еще бой Мы с вами уже не раз видели Зубы у нашей команды есть И показать они их могут Калинин Калинин Федосов Дает Палафееву Неточная передача Шайба остается на синей линии Евгений Колотухин отбирает Федосов Вбросит шайбу в зону соперника Очередной момент у Клепнева Видимо, лучше стал себя чувствовать Сергей Клепнев после двух периодов Больше страх моментов стало Поздав Пытался отдавать передачу в центр, но Не прошла Шайба через коньки Один в один Бросок по воротам Поляков Отвал передачи на Калинина, который открывался абсолютно один И вне игры Очередной пас Калашников Подбирает шайбы в чужой зоне Хорошая передача на Сергея Калинина Чудом, чудом Просто успевает Александр Ефременко Положить щиток под этот бросок Еще бы немного удачи Хоккейному клубу Саров Инвест И все бы у них было бы совсем по-другому Обратите внимание, сколько уже моментов за два периода проходят Хороших у Саровчан Ну где-то вот чуть-чуть не хватает Чего-то не хватает Не хватает элементарно, наверное, реализации моментов Просто Проходит поздав в зону Зону соперника Накладывает клюшку Во время броска ему Кипнев Отдает передачу Малафеев, бросок поворотом И в дальний угол Попадает шайба Александр Ефременко даже не видел, видимо, этого броска Куда-то попала шайба Бросал Малафеев из-под защитника И счет становится 3-2 Вот открылись саровчане в третьем периоде Две шайбы за 10 минут успели отыграть Хоккеисты Саров Инвеста Интересное развитие событий Ликует хоккеисты на трибунах Очередной неплохой момент Калинин уезжает за ворота Бросок Попадает шайба в ближний угол Там, видимо, от щитка отскакивает Усиливают свой напор хоккеисты Саров Инвеста Видно, что Можно играть с командой Станшаева И Несмотря на то, что команда занимает первую строчку В турнирной таблице Так же они и пропускают голы Такие же они люди Попадает шайба в Сергея Клепнева Калашников хорошая передача на Малафеева Где шайба? Шайба между щитков осталась Можно было сейчас, наверное, праздновать еще один гул Но Александр Ефременко очередной раз Все останавливается на галкипере хоккейного клуба Старт Уйму моментов уже создали хоккеисты Саров Инвеста За сегодняшнюю встречу Клепнев Хорошая передача на Евгения Колотухина Наброс на ворота, где шайба Снова наскакивает От щитков попадает На пятачок Но на этом она выходит из зоны соперника Сейчас можно две минуты Конечно же давать Оба Показывает Главный арбитр, что будут удалены оба игрока Но почему, непонятно Шайба, простите, клюшка Явно застряла в коньках у Сергея Клепнева И Тут явно Нужно было удалять хоккеиста Таншаева Почему обоих Непонятно И вновь атакует Гости Выводит в среднюю зону шайбу хоккеисты Саров Инвеста Очередная атака Нужно выбрасывать шайбы из своей зоны Если этого не делать, то Команда Старт может Не остановиться за тремя заброшенными шайбами Очередной наброс Где шайба к шайбе у Дениса Федосова Простите, не точная передача Выводит Сергей Бабнев шайбу из-за Своей зоны Можно поменяться Поздав Бросок поворотом Шайба попадает в кому-то в клюшку И вновь атакуют И вновь атакуют хоккеисты Старта Очередной наброс Ну вот опять много не точных передач, конечно, у хоккейного клуба Саров Инвест И вновь атакуют Ну и шайба Оказалось В оградительной сетке Брас мне приводится в среднюю зону В равных составах команды Очередной раз Сейчас Арбитр фиксирует вне игры Еще немножко нужно саровчанам, конечно, дожать И Счет уже будет 3-3 Пока немножко приутихли Атаки хоккейного клуба Саров Инвест Не точная передача И вновь саровчанам придется начинать свою атаку Из своей зоны А между тем команда Таншаева расположилась в зоне хоккейного клуба Саров Инвест Не успевает сейчас Сергей Бабнев за Вячеславом Плотничкиным Которого оставили абсолютно одного На растерзание Простите, оставили абсолютно одного Алексея Суровегина, конечно И реализовывается Передача Плотничкин С передачи Александра Евчука Номер 10 Шайбан на брусил Почему и как Почему остался Плотничкин 1 Непонятно 4-2 Счет в матче Хороший силовой прием в исполнении Сергея Еремеева Клепнев обыгрывает одного Второго Бросок и Третью шайбу забивает Сергей Клепнев для своей команды 3-4 Не пропусти сейчас Саров Инвест Очередную шайбу В свои ворота И счет был бы 3-3 Чуть больше 8 минут Остается до конца третьего периода И мы надеемся, что хоккейному клубу Саров Инвест все-таки удастся Удастся сравнять счет А может быть и даже выиграть Очередная атака старта Вновь шайбу покидает хоккейную площадку Вновь шайбу покидает хоккейную площадку Чуть-чуть не доходит шайба до Калинина Я думаю, что мог получиться неплохой Момент Очередной наброс В ловушке оказывается шайба У Алексея Суровегина Да, если бы так играл хоккейный клуб Саров Инвест в первых двух периодах То Я думаю, что у Таншаева не оставалось бы никаких шансов Но столько моментов было у Саров Инвеста Клепнев Вновь обыгрывает защитника Бросок по воротам Не получается пока Очередную шайбу забросить Саровчанам Малафеев Нужно бросать Восок по воротам шайба попадает В игроков Таншаева Заигрался сейчас Клепнев Плотнички Идет в обыгрыш Убирает у него Сергей Бабнев шайбу Чуть пораньше бы стартанул сейчас Андрей Калашников И вышла там шайба за пределы хоккейной коробки И вышла там шайба за пределы хоккейной коробки Совсем мало времени остается у Саровчан Нужен гол еще один, конечно же Но вообще матч стал очень-очень интересным Особенно в третьем периоде Чуть не точная передача на Калинина Бросок по воротам будет добивание Алексей Суровегин Тя шайба Чудом шайба проходит мимо ворот Пас под синюю линию Уложится Калашников под бросок Очередная передача И шайба выходит в зону хоккейного клуба Саров Инвест Видно, что саровчане уже подустали Много сил, конечно, было потрачено Для того, чтобы забросить Три шайбы И при этом Проигрывать после двух периодов 3-0 Атакует Таншаева У меня встал за ворот, меня команда пока передачу Попоздаф Клепнева Входит в зону, идет в обыгрыш Удается обыграть коньки Сейчас просто отдали саровчане шайбу Входит в зону хоккеисты старта Зону хоккейного клуба Саров Инвест Очередная атака Бросок на ворота Опять одного оставили Плотничкина Ну, так как же так Удается Суровегину среагировать Несколько бросков Выбрасывает хоккеисты Старта шайбы из своей зоны Очередная атака Даже никуда не бежит Это Второй заброшенной шайбы У хоккейного клуба Старт Что это? Алексей Кудриман Ну, простите Алексей Мажухин Видно, что даже не торопится никуда Очередной наброс на ворота Хоккейного клуба Саров Инвест Неточная передача Ну, буквально чуть-чуть нужно добавить саровчанам Снова неточная передача и Ну, пока саровчанам удается Шайбой завладеть Михаил Малафеев сейчас не смог Принять шайбу И проброс Фиксирует арбитры Остается около двух минут До конца третьего периода В шестером Хоккеисты Саров Инвеста На площадке Нет вратаря У нашей команды Вместо него шестой полевой игрок на поле Брошена шайба в зону Подбор будет Шайба осталась У саровчан Клепнев Неточная передача И вновь шайба выходит из зоны Опять начинает свою атаку саровчан из зоны своей Очередная потеря в средней зоне И пустые ворота Фидосов Спасает свою команду В щитки попадает шайба Ликуют просто трибуны Калашнев уходит за ворота Вставление на поздова Неточная передача Вновь Рядом с воротами оказался Игрок Старта Но Опять не попадает в пустые ворота Хоккеисты Станшаева Очередной бросок Опять шайба попадает Хоккеистов саров инвеста Но В итоге Дожали Дожали Станшаев Команда Дожала Хоккейный клуб саров инвест И уже пустые ворота даже Смогли забросить Это был наверное единственный шанс У хоккейного клуба Саров инвест Чтобы Сравнять счет Так матч завершён Поздравляем хоккейный клуб Старт с победой Хоккейный клуб саров инвест тоже молодцы Боролись до последнего Но к сожалению Удача была сегодня Не в их пользу Матч для вас комментировал Вячеслав Парфёнов Увидимся В Ледовом дворце Города Саров Всего доброго